Этот артист прожил на свете всего 37 лет, но успел сделать немало. Русский спецназ, бандитский Петербург, Кремень, Тайны следствия, Жена по контракту, это лишь малая толика фильмов и сериалов, в которых снялся актер Алексей Осипов. Он родился зимой 1975 года, после школы поступил на биофак, хотя всегда мечтал о сцене. В итоге бросил университет, но искусство не встретило его с распростертыми объятиями. Чтобы заработать на хлеб, пришлось идти в грузчики, потом в водители грузовика, а оттуда, моделью на подиуме. Внешность у него для этого была что надо, уже все-таки пробившись кино и став известным, старался избегать светских скандалов и свою личную жизнь на показ не выставлял. А еще известно, что он не пил, не курил, старался питаться правильно и мечтал о красивом доме и большой семье. Все остальные моменты жизни актера были окутаны плотной завесой тайны. Такой же странной и непонятной стала его смерть. 13 февраля 2013 года он вместе со своей девушкой, по другим утверждениям, просто знакомой, он отправился погулять вдоль Финского залива. Потом попросил спутницу подождать его немного. Он решил ненадолго куда-то отлучиться. И исчез, несколько суток его искали правоохранители, волонтеры и друзья. И лишь 22 февраля его тело было обнаружено у дамбы города Ломоносова Ленинградской области. Причина смерти актера так и осталась невыясненной. Версий было немало. Говорили и про несчастный случай, и про суицид, и даже про убийство из-за мести. Официально Алексей Осипов погиб в результате несчастного случая. Версию самоубийства категорически отвергали родственники. Хотя известно, что его спутница вскоре после исчезновения Алексея получила СМС с коротким текстом. Не жди меня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего.